МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обидно, конечно. Лучше он другу попался, а так вообще отлично. Ну как оцениваешь, он сильнее или просто... Я подался ему. Да? То есть был дружеский поединок довольно, да? Атмановские кулачки – уникальное событие в мире этноспорта. Здесь, в селе Атманов-Угол, уже на протяжении 14 лет возрождают древнюю традицию – кулачные бои стенка на стенку. Их начали проводить тут со дня основания села в 1648 году и закончили лишь в 80-х годах прошлого века. Фестиваль не проводили во время пандемии. За это время многие очень соскучились по русскому празднику, потому гуляли от души. Да, я не с вашего села, не с вашего селения. Не по вашему, глядю, прошу извинения. Разных забав на кулачках хватало с лихвой. Например, эта – простая игра на равновесие. Удержать его непросто, когда тебя пытаются столкнуть с места палками. Она оказалась популярна не только у жителей нашей области, но и гостей с другого континента. Простая и незамысловатая забава стала понятна без слов даже тем, кто пока только начинает учить русский язык. Мне понравилось все, что происходит. Разные игры, и эта игра тоже, в которую мы вместе играли. Люди здесь замечательные, с ними очень приятно знакомиться и играть. Люди на фестивале были по-настоящему уникальны. Например, Валерий Калмыков, который ратует за развитие стрельбы и спортивного лука. Он уже не первый год на кулачках, приезжает с удовольствием из Подмосковья и дает мастер-классы по этому виду спорта. Желающих попробовать попасть в цель стрелой вокруг немало. Ресурс здесь очень хороший, но ребята, понятие, что дает лук, не все вообще знают. Ну, как бы зрелищно, там, понятно, рукопашка, эмоции, страсти. А здесь что дает лук? Во-первых, некоторые думают, что это очень легко. Второе, очень, во-первых, правильная осанка. Выстраиваешь себя, каркас все делаешь. Следующее. Мною у меня ребята занимались, которых они поправили зрение на полторы единицы. Дам до полтора-два года, потому что вот идет кончик сюда, туда, а у вас в хрустальник все время работает. Это раз. Второе, помимо осанки вы учитесь концентрироваться. Валерий отмечает, есть желание переехать в наш край на постоянное место жительства и организовать в Тамбове секцию по стрельбе из лука, чтобы готовить атлетов для участия в соревнованиях и просто тренировать тех, кто болеет этим видом спорта. Думаю, эта идея нашла бы живой отклик среди жителей не только областного центра, но и всего региона. Чуть-чуть и стрела на одном уровне и под деревяшку, чуть под деревяшку. Для того, чтобы попасть в цель из лука, нужна предельная концентрация, хороший глазомер и, самое главное, спокойствие. Попробуй сейчас и я. Дыши, смотри. Получилось довольно неплохо. Оказалось, что в стрельбе из лука нужно целиться с определенной поправкой. Фактически бил я под нижнюю деревянную планку, а попадал точно в круги мишени. Наверное, именно такое знание позволяло нашим предкам метко бить зверя на охоте и врага на войне на значительной дистанции без всяких оптических прицелов. Наверное, именно эта народная забава, которая называется клюшкование, послужила основой для современного хоккея на траве. Правда, мяч тут не резиновый, а деревянный и довольно большой. Загнать его надо точно в лунку, при этом соперники будут вам откровенно мешать. Старинная народная игра под названием «Шар-мозло», она же дук, она же котел, она же клюшкование. На Руси известна с 10 века панаходства. Собственно, задача очень простая. Клюшкой нужно закатить мяч в лунку. Этот вариант игры соревновательный, команда на команду. В руках мужчины не орудие убийства, а спортивность на лето игры свайка. По сути, это старинная гантельная гимнастика. Такие гирьки с острым наконечником нужно было бросать в цель и попадать ими в кольца. Сохранилось немало старинных рисунков и картин, на которых передается динамика игры. Сразу видно, наши предки знали толк в серьезных состязаниях. Хермолов, Суворов играл в свайку, описывает в военном лагере в период отдыха обычная игра для военных. То есть, ну, силовая. Согреться можно, в карте не согреешься. Она могла быть до 8 килограмм весом, вот это 2 килограмма, обычно до 2. А здесь реконструировали весь процесс приготовления муки в старину. Тут и молодьба зерна, и перетирание зерен на жерновах. Все, как делали наши предки. Судя по реакции, забава вызвала живейший интерес у посетителей. Маленькие гости кулачек с удовольствием участвовали в процессе приготовления. На кулачке традиционно собираются люди из самых разных городов России. Немало приезжает из столицы. Для них это экзотика, прикоснуться к которой можно только в нашей глубинке. Первое ощущение – восхищение. Восхищение тем, что здесь происходит. Народные традиции, тем более этнические виды спорта. Мне это очень близко. Это наша культура. Это наша история. Поэтому я в полном восторге. Сейчас ходим, смотрим, что происходит вокруг. Надеюсь, сам тоже поучаствую в кулачных боях. Конечно, тамбовские ребята серьезные, но мы тоже не в теплице рожденные. Подержим, подержим. Это 100% первое место. Мне очень нравится. Я очень рад, что на Тамбовской земле проходит такой крупный фестиваль такого, двоих слов, с российского масштаба. Это ценно для меня как уроженца Тамбовской области, так и в целом, мне кажется, для любого человека, который интересуется культурой, традицией, который неравнодушен вообще к Тамбовской земле. Атманов угол – небольшое село, которое стоит среди соснового леса. Качество сотовой связи в таких местах нередко хромает, потому дозвониться до тех, кто находится на фестивале, порой бывает сложно. В этом году ситуацию исправили. Теперь гости и жители Атманова угла обеспечены постоянной качественной связью. Мы для проведения этого мероприятия установили базовую станцию. Раньше в этом населенном пункте базовой станции не было. Теперь в Атмановом угле есть базовая станция, которая останется здесь навсегда. Но, помимо того, сегодня позволяет всем участникам фестиваля на высоких скоростях, можно сказать, в течение нескольких секунд загружать посты, делиться эмоциями со своими близкими, родными. Поэтому что точно будет способствовать популяризации данного мероприятия, его узнаваемости во всей стране. Бабки – одна из древнейших игр. Как говорят археологи, на Руси она была известна уже в VI-VIII веке. Правила ее просты, стоящие в ряд костяные фигурки – бабки. Нужно сбить метким броском более тяжелой косточки. В Санкт-Петербурге есть даже скульптура – юноша, играющий в бабки. Сегодня эта замечательная забава возрождается благодаря стараниям любителей этноспорта. Данная дистанция, она обычно для детишек, потому что и кидаются легкими вот такими костями в навес. Но когда играли взрослые игроки, меткие мужчины, которые уже напрактиковались, они, во-первых, заливали биту свинцом, чтобы она была тяжелой, далеко летела, и отходили, как описано в книге «Игры народов СССР», это старая, где-то с 70-х годов выпуска книга, отходили на расстояние в 30-40 метров. Ну а это кила – исконно русская игра, которую любили наши предки. Как выяснилось, она для настоящих мужчин, потому что практически вся состоит из непрерывной силовой борьбы. Многие увидят в ней немало от регби, американского футбола и разных видов борьбы, ведь кила, по сути, была родоначальницей всех этих видов спорта. Кила – старинная русская игра, популярная на нашем севере. По сути, это футбол без правил, где можно играть не только ногами, но и руками, а также бороться. Побеждает та команда, игроки которой принесут мяч в чужой дом. На кулачке в Атманов угол в этот раз приехали шесть команд из Подмосковья, Краснодара, Свердловской и Новосибирской областей. По правилам игры килисты бьют по мячу ногами, когда он находится на земле. Причем даже подняв воздух, самому брать в руки мяч нельзя, только коллегам по команде или соперникам. Игра в итоге получается очень яркой и динамичной, и в будущем наверняка обретет популярность и признание. Я уверен в этом на 100%, потому что игра очень доступная, понятная, зрелищная. Для нее не нужен дорогостоящий инвентарь, для нее не нужны специальные поля, специальное оборудование. Тут на самом деле вопрос в воле руководства, системной поддержки государства. И она 100% будет известна. Я в этом не сомневаюсь. Дух Атмановских кулачек ощущает каждый, кто приезжает на праздник. Этот уголок Тамбовщины на пару дней становится центром этноспорта нашей огромной страны. Это не только состязания. Культура и вековые традиции, устои, сам ритм жизни наших предков может многому научить нас, современных людей. Мудрость поколений, накопленная за тысячелетия, настоящий кладезь для каждого, кто захочет узнать о своих корнях. А на самом деле, вот это все существовало тысячелетиями. Но если это существовало, и мы на этом сделали сильнейшую страну в мире, крупнейшую страну в мире, непобедимую Россию, мы должны как минимум этим гордиться и продолжать эти славные традиции, для того, чтобы не потерять ту суть, благодаря которой мы стали сильной нацией и сильным народом с глубокими корнями. Каждый, кто приезжает на фестиваль этноспорта в Атманов угол, знает, венец игр – те самые народные боестенка на стенку, которыми было славно это село середины 17 века. Но одно дело читать об этом в книгах, и совсем другое – видеть своими глазами и быть в гуще боя. Скажу честно, зрелище незабываемое. Здесь все пропитано истинно мужским духом – сильным, отважным и по-настоящему благородным. По лицу в спину, в пах и лежачих не бьют. Это Атмановские кулачки. Они зародились здесь несколько сотен лет. Но и по сей день их традиции живы здесь, вокруг нас. Каждый новый фестиваль – это открытие. От забытых старинных игр до уникальных промыслов, которые в диковинку жителям мегаполисов, но привлекают своей первозданностью и близостью к корням. Наверное, это и зовет сюда самых разных людей. Сегодня в мире все больше народов, которые повернулись к своей самобытности и поняли, что сила в традициях. Богатство русской культуры неоспоримо. Это поистине мировое наследие. И именно такие фестивали позволяют ощутить всю ее глубину, стать по-настоящему сопричастным. Не на словах, а на деле – ощутить себя русским человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова